МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральской вещательной компании тематическая программа объективно о спорте. О последних спортивных событиях города узнаете далее. Смотрите выпуски. День лыжного спорта прошел на базе возле стрелкового тира. Участие в соревнованиях приняли и детишки, и их родители. Прошли очередные туры спартакиады Уральского электрохимического комбината. Комбинатов цеснайперы определяли лучших. 16 человек приняли участие в традиционном теннисном турнире «Новоуральский микс». Подробности далее. Своего рода открытием лыжного сезона в Новоуральске стали соревнования по программе «Дня лыжного спорта», который прошел в минувшие выходные. Вначале на старт вышли участники фестиваля «Всей семьей» на ГТО. Затем нормы комплекса ГТО сдавали школьники, а завершали программу взрослые гонщики, разыгравшие призы на дистанциях 3 и 5 километров. Среди семейных команд с ребенком возрастной группы 6-8 лет вне конкуренции были Макамединовы. Младший Надир финишировал первым среди детей. Ей папа Альфис опередил соперников на дистанции 2 километра. И только мама Ирина совсем немного уступила Алене Блиновой на отрезке 1 километр. Ну а семья Блиновых в итоге заняла все равно второе место. В группе с детьми 8-10 лет Колесниковы, Владик, Анна и Дмитрий первенствовали во всех забегах. Пришли, потому что третий этап сегодня. Всей семьей на ГТО. Мы участвуем, мы не бросаем. Начали мы осенью, бегали кросс под желтыми листиками, когда все было красиво, сейчас падает белоснежный снег. Мы выступаем на лыжах. Мероприятие сплочает семью, общие переживания, общее время перевозения. Лыжня хорошая, все подготовлено, очень шикарно. Обстановка благоприятная. В нашем городе прекрасные условия для занятий лыжным спортом. Великолепно готовят трассы. Я сама постоянно занимаюсь, и внуки мои тоже приобщаются к физической культуре и спорту. Я занимаюсь легкой треткой, я на лыжах без лана не занимаюсь. Тем не менее, ты сегодня первый пришел. То есть, давно стоишь на лыжах? Я? Ну да. Мне не нравится то, что очень весело на них. Ну, соревнования прежде всего для того, чтобы нам с семьей все-таки вместе выйти. И не только на самих соревнованиях. Предварительно мы с детьми ходили, им объясняли, что так просто на соревнования выйти нельзя. Надо подготовиться, покататься немножко, к лыжам привыкнуть. Вот. Ну, я считаю, вот это главная, наверное, цель соревнований есть. Чтобы людей вывезти дополнительно на природу, спорт. Все замечательно сегодня, тем более погода и тепло, и снежочек. Грязь все засыпало. Вообще идеально. Все здорово. Летят, летят снежинки, снежинки, холодинки, и радостно кружатся, и падают на всех. Мы за руки возьмемся, друг другу улыбнемся, и поведем задорный, веселый каравод. Как отметили все участники, несмотря на снегопад, трассы достаточно хорошие. Ну, к зимнему лыжному сезону мы, вообще-то, готовимся с лета. Подрубали, немножко трассы расширяли, грунт завозили. Вот. Поэтому, когда выпал первый снег, тут же стали накатывать. И уже наши люди, числа с 10, по-моему, октября, катаются на лыжах. Ну, вот сегодня такой первый старт в городе. Лыжня готова. Было много мусора вот до старта, мы переживали сильно, но, во-первых, наши работники убирали мусор, во-вторых, выпавший снег, немножко прикрыл это, и сейчас полегче, конечно, скользить. Мини-футбол. В первенстве города были сыграны очередные игры. Мини-футбол. В первой группе третью победу подряд одержали футболисты «Дюзж-2» и возглавили с девятью очками турнирную таблицу. Но у команды «Новоуральская Редстар» чемпионов города прошлого года в активе шесть очков после двух игр. Столько же осталось у штурма. Пропустившего третий тур. Результаты команд первой группы. «Рассвет» – «Альфа» – 6-0. «Флоренция» – «Юниор» – 5-3. «Дюзж-2» – «Метеора» – 6-3. «Новоуральск» – «Афганец» – 5-0. «Афганец» не явился. Во второй группе игрались матчи шестого тура, хотя у некоторых команд сыграно всего по три встречи. Лидирует в турнире «Ютон» – как по набранным – 15 очкам, так и по потерянным – 0. Ближайшие преследователи имеют по 12 очков. Но у «Фортуны» после пяти игр, а у «Динамо», «Калинова» и «Империи» после шести проведенных встреч. Результаты команд второй группы. «Фортуна» – «НТК» – 9-2. «Империя» – «УВД» – 10-1. «Юта» – «МЧС» – 2-1. «Конвекс» – «Динамо» – 4-3. «Калинова» – «Арсенал» – 14-3. «Дюж» – 2 «Металлург» – 10-3. «Борец» – «Конвекс» – 2-2. «МЧС» – «Арсенал» – 6-0. «Юта» – «Дюж» – 2-9-2. «Фортуна» – «Империя» – 5-3. «Динамо» – «Металлург» – 6-4. «Борец» – «Калинова» – 3-2. Лучшие снайперы акционерного общества Уральского электрохимического комбината определяли победителей сразу в двух соревнованиях. В начале был разыгран Кубок предприятия, в котором приняли участие 15 команд. Лучшими стали «Стрелки» УЗГЦ – 243 очка, выпитых пятью зачетными участниками. А всего коллектив представляли 28 человек. Второе место, уступив 6 очков, заняла команда «Цеха» 101 – 237 очков. Третье призовое место досталось команде молодежной организации УРХК – 235 очков. Среди женщин лучшими стали также представители УЗГЦ – 231 очку. На втором месте команда управления комбинатом. Ее участницы выбили 230 очков. А третье место досталось дебютантам комбинатовских соревнований команде из «ЦМСЧ» номер 31 «ФМБА». У медиков – 214 очков. На следующий день по 25 лучших стрелков боролись уже за звание чемпионов УРХК. Здесь нужно было сделать по 10 зачетных выстрелов, и не всем лидерам первого дня удалось подтвердить свою меткость. Холькин выбил только 78 очков из 100. Крыма – 88, а Агапов – 91. Среди женщин звания чемпионки комбината завоевала Ирина Зырянова управления – 98 очков. А среди мужчин вне конкуренции был Владимир Бажин. Цех – 87, 99 очков у него. Призеры чемпионата акционерного общества УРХК в стрельбе из малокалиберной винтовки вы видите на своих экранах. В традиционном турнире «Новоуральский микс» изъявили желание участвовать всего 8 пар. Причем только две были чисто новоуральскими. В начале прошли игры в группах, где право участия в полуфинале получили Дмитрий Кожин, Ольга Горшкова – Новоуральский Екатеринбург и Семен Суслов, Людмила Шаповалова – из Екатеринбурга. Из первой и Андрей Большедворов, Ирина Павликова – из Новоуральска и Фельгс Кубис Марина Мишалкина – Екатеринбург – из второй группы. В полуфиналах Большедворов Павликова были сильнее, Суслова – Шаповаловой – 6-4, 6-1. А Кожин и Горшкова неожиданно легко переиграли Кубиса и Мишалкину – 6-1, 6-2. Таким образом, за первое место спорили трое новоуральцев и одна представительница Екатеринбурга. В первой партии, уступая по ходу матча 3-5, Кожин и Горшкова вначале сравняли счет, а затем выиграли и на таймбрейке 8-6. Однако Большедворов и Павликова собрались и, сравняв счет по партиям 6-4, победили и в решающем таймбрейке – 10-7. Третьими призерами стали Суслов и Шаповалова. Но даже победа новоуральской пары в турнире не скрашивает впечатление от плачевного состояния дел в городском теннисе. Соревнования проводятся для узкого круга спортсменов, практически не вовлечены в орбиту теннисной жизни ветераны. Федерации тенниса надо навести порядок в этом плане. И спорт-анонс на предстоящие дни. В субботу на водной станции с 11 часов начнется открытие сезона по зимнему плаванию. В субботу и воскресенье на лыжных трассах Зеленого мыса пройдут соревнования на Кубок Урала по лыжным гонкам. 4 декабря клуб туристов «Кедр» проводит массовый пеший поход на скалы «Висячий камень». Регистрация участников на остановке «Октябрьская» – это где магазин «Мегамарт» с 10 часов утра. Это все спортивные новости города на сегодня. На этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова